К другим темам сейчас перейдем. Расскажу вам про экспресс-секс. Начальник скоростного поезда Сапсан на маршруте Москва-Петербург превратил в бордель детское купе. Следующее видео мы получили от нашего гражданского корреспондента. Это не случайность, как вы могли подумать. Как стало известно Лайфу, начальник поезда сдавал купе своим знакомым за деньги и по одному назначению для утех. По словам членов экипажа, такие экспресс-свидания регулярно происходят. Ну а денежки капают в карман железнодорожника. Такая вот халтурка. На сайте РЖД указывается, что услуга детское купе была введена для того, чтобы сервис улучшить. Чувствуете, да, вот сейчас иронию? Это закрытый отсек для проезда школьников без родителей, но также для мам с грудными детьми. Но железнодорожник не постеснялся еще прибавить вариантов для использования. Места для детей с родителями или без сопровождения в 10-м вагоне находятся. Там 7 кресел. 7-е, кстати, рядом с пеленальным столиком. Я прям боюсь подумать, как его могли использовать. Вообще, на самом деле, сделали такой новый интерьер, новый дизайн этого 10-го вагона к Международному дню защиты детей. То есть в июне этого года обновили интерьер, говорят, поярче стал. На полу коврик с занимательным рисунком. Он для игры вообще-то предназначался. А на стенах картинки там сапсанчик. Сапсанчик – это поезд такой сказочный. Он путешествует по волшебным странам. Вот такой вот антураж. Ну и, конечно, вполне достаточно места там для парочки такой. Как раз, собственно, и коврик, и столик, и все остальное использовали не по назначению. Давайте обсудим эту тему с адвокатом, доктором юридических наук Александром Марутюновым. Приветствую вас. Ну, я на самом деле шокирована была, когда эту новость сегодня утром прочитала. Что вообще за такое может грозить и железнодорожнику, и влюбленному? Здравствуйте. Во-первых, я сразу должен сказать, что влюбленным, как вы их назвали, конечно, ничего не грозит. Это однозначно. Что касается начальника поезда, то все мои суждения по этому поводу, как вы понимаете, являются предположительными. Потому что только суд может установить, что действительно начальник поезда занимался подобными вещами. Если будет доказано, что начальник поезда, должностное лицо за взятку, а иначе это никак не назовешь, предоставлял это детское купе, то его, безусловно, можно привлечь к уголовной ответственности за получение взятки по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом я предвижу трудности этого доказывания. Во-первых, конечно, нужно будет установить влюбленных, их допросить. Необходимо, чтобы они написали заявление соответствующее, что они конкретному лицу передали в виде взятки такую-то сумму. Затем это лицо будут опрашивать, допрашивать. Какую позицию он займет, я не знаю, но во всяком случае, повторяю еще раз, очень и очень сложно будет доказать его вину. Если же вина будет доказана, то он может быть осужден даже к лишению свободы. Ну, он наверняка скажет, что деньги не брал. Я так понимаю, сложно будет установить его вину в этой ситуации. А как он может юлить, как может лукавить и уйти от ответственности? Вы знаете, он просто-напросто может говорить о том, что он это купе влюбленным не предоставлял и никаких денег от влюбленных не получал. И получается ведь так, что этот факт уже, возможно, имел место. Одно дело, когда человека берут, что называется, с поличным, а другое дело, когда по прошествии какого-то времени к нему предъявляются определенные претензии. Как вы понимаете, ему в этом случае легче защищаться, если его не взяли с поличным. И, как мне кажется, очень и очень сложно доказывать его вину. А вот вы сказали, что парочкам этим ничего не грозит. А как же секс в общественных местах? Штраф? Нет? Нет. Секс в общественных местах на самом деле никоим образом не наказывается. Вот такое у нас законодательство. Мы сейчас в прямом эфире. Представляете, что может быть? Да, мы в прямом эфире. И я знаю, что в целом по стране бывают такие случаи, когда люди занимаются сексом даже на оживленных улицах. По-моему, года полтора-два назад это было в Самаре. Люди занялись сексом, потом ушли. Их к уголовной ответственности, да даже к административной ответственности, никто не привлек. И я помню, даже по этому поводу написал небольшую заметку и обосновал, почему этих людей нельзя привлечь к уголовной ответственности. Возможно, это пробел законодательства. А возможно, возможно, тут и не нужно вводить какие-то санкции за это. Понятно, что это аморальный поступок, что это аморально. Но, тем не менее, это не наказуемо. А вот помните последняя история, мост через Енисей, парочка тоже занималась любовью, на капоте автомобиля, там еще была ночь, и они фары не выключили, подсветили все это действие. Тогда оштрафовали их. Вы знаете, оштрафовать, их оштрафовали, наверное, в административном порядке. Привлекли к административной ответственности. Возможно. Но тут еще возникает вопрос, а правомерно ли их привлекли к ответственности? Ведь может быть и так, что их привлекли к ответственности, они заплатили штраф и не стали, что называется, связываться. А могли бы, тем не менее, обжаловать вот этот штраф, но они этого не сделали. Но это не считается нарушением общественного порядка, хулиганством? Нет. У нас четкие санкции статей 213, в частности, Уголовного кодекса Российской Федерации. И поэтому я ответственно заявляю, что к уголовной ответственности за это привлечь невозможно. А к административной? А к административной, по моему мнению, тоже нет. Вот это новость, по-другому ты и не скажешь. Спасибо вам большое. С нами был Александр Рутюнов. Оказывается, заниматься любовью в общественных местах можно безнаказанно. Я, конечно, шокирована. А вы так все равно не делайте, ладно? Ну что ж тут детское купе в Сапсане, это же просто аморально, как минимум. Спасибо.